В школе села Цабанабалка появился уникальный инженерный класс. Отныне уроки физики здесь будут проходить абсолютно по-новому. Например, ученики смогут сами собирать измерительные приборы для занятий и получать другие инженерные навыки. Дети могут сами попробовать потренироваться здесь, в кабинете физики, собрать умный дом. Дальше они могут установить себе, что хотят, сигнализацию, допустим, или шумоизоляцию, какая нужна, и датчики будут срабатывать. Дома, на своей квартире, на своем доме вполне реально точно так же сделать, такую же сигнализацию поставить. 9 миллионов рублей на оборудование инженерного кабинета получено из федерального бюджета. Школа номер 16 вошла в национальный проект при поддержке городского управления образования. Теперь в Цабанабалке будут решать стратегические задачи. Во-первых, повышение качества естественно-научных дисциплин, что у нас западает в школах. Вторая задача – все-таки популяризация инженерных профессий, потому что уже столько у нас экономистов, юристов, перебор на рынке труда. Эти же задачи помогает решать образовательный центр «Точка роста» при школе. В Цабанабалке он открылся год назад, и успехи уже есть. Наши ребята участвовали в Олимпиаде по технологии именно с работами, которые выполнили здесь. В этом году они заняли призовые места в Анапском районе. Мой робот – это, так сказать, что-то гоночное, но я еще ему добавил такой боевой элемент. Федеральный проект «Точка роста» – это не только обучение школьников. В школу теперь зачастили и их родители. Помогаем всем зарегистрироваться на сайте госуслуг. Это первое. Второе – мы проводим шахматные турниры. Шахматные и шашечные турниры. Сначала с детьми, потом со взрослыми, потом дети со взрослыми. В общем, такой долгоиграющий процесс. А взрослые охотно идут? Идут. Идут, и что радует, и ребята за ними тянутся. В общем, жители всей Цабанобалки и окрестных сел с нетерпением ждут 1 сентября. Ждут начала учебного года и в школе. Сценарий для праздничной линейки уже готов. Я очень рад, что было применено губернатором именно такое решение, что для первых, девятых, одиннадцатых классов все-таки сделать им праздник. Потому что все-таки всем хочется 1 сентября какой-то такой получить дополнительный стимул для учебы. И я думаю, что линейка один из таких стимулов. Анастасия Гербер, Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.